В отличие от могильщика, этот танк получили практически все, кто участвовал в ивенте, так как для этого требовалось совершить всего 50 побед, и он навсегда пребывает в ваш ангар. Естественно, это привело за собой катастрофические последствия, так как балансировщик просто сошел с ума. Поначалу в бой просто не пускало, а затем на пятом уровне стало твориться настоящее болото из мародеров. Что же он из себя представляет? С чем нам придется бороться ближайший месяц? Начнем по традиции разбор с его орудия. Фак ею. Их два. Плеть и снаряды метателей. Естественно, одно с лучшим пробитием и ДПМ, а другое для тех, кто застрял в каменном веке и любит помахать дубиной. Стреляет реже, косое, без пробития, но зато... Альфа! Оно абсолютно смехотворное, бестолковое и тащить в песке с ним так же печально, как играть кувалдой на ксилофоне. С пробитием в 90 мм вы не то, что шестый уровень пробивать не будете, а даже пятый через раз. Поэтому сразу перейдем к основному. 8,53 выстрела в минуту дает шмародеру огневой потенциал в 1364 единицы урона, что на пятом уровне не является лучшим показателем. Но среди премов это вполне приемлемо. То же самое касается и разброса от сосведений. Это стандартное орудие, которое стоит практически на всех немецких пазиках и британских ТТ. Ничего нового и удивительного. Сработано под копирку, включая УВН и пробитие. И единственное, что их отличает, это башня, на которой установлено орудие. Она имеет отличные рикошетные формы и довольно крепкую лобовую броню. Хотя для шестых уровней это не помеха. Честно говоря, глядя на его внешний вид, ожидаешь от танка что-то более захватывающее, нежели стандартную пушку, которую мы привыкли видеть на десятках танков. Поэтому считаю, что на этом танке разработчики просто отдохнули. Шмародер средний танк. Посему он должен довольно быстро передвигаться. И даже в его ТТХ стоит максималка аж 50 км в час. Но, ребятушки, быстрее обезьяна станет человеком, нежели он наберет эту максималку. То же самое касается и маневренности. Управление будто забетонировано, и по динамике он больше напоминает тяжелый танк, нежели средний. Данный факт полностью переворачивает все представление, полученное из трейлера. И единственную ценность, которую он себе несет, это 250 голды после его продажи. Для полноты обзора надо бы сказать пару слов о его броне. Но боюсь, что они опять будут не в его пользу. 45 мм по борту, да еще таким огромным. Это смертный приговор. Даже немецкий ПЗ-4 с фугасницей спокойно пробивает его фугасом с любой стороны. То есть в бою мы на два выстрела. И это при условии отвратительной для СТ динамики. Что ж, теперь о финансовой стороне. Фармит ли наш герой? Ну, практически нет. В минус вы не уйдете, но и в качестве добычика серебра он мне годится. Итак, выводы. Хорош ли танк? Нет, он абсолютно не интересен. Скучен, как шведская полицейская драма. И играть на нем так же приятно, как совершать утреннюю пробежку. Хуже уже этим днем с вами ничего не случится. Единственный плюс этого танка, что при продаже он вам пополнит запас золота. И для его получки вам надо совершить всего 50 побед за 9 дней. При этом ивент можно пройти в режиме Мэтт. Без вреда для своей статистики. Признаться честно, я ожидал от танка нечто большего. Хотя бы фана, как в случае с могильщиком. Но он получился на редкость ватным и неинтересным. Естественно, для меня, как для коллекционера этого пиксельного хлама, данный танк имеет некоторый вес. Который значительно больше 250 голды. Поэтому в моем ангаре он остается навсегда. А что касается вас, то если вы таковым не являетесь, смело продавайте шмародера и потратите голду с большей для вас пользой. На этом у меня все. До скорой встречи в следующем видео. А пока, пока.